Встретились Баргеншин планирует новый альбом выпускать Напиши ему, скажи, что это не его Блин Ну вы размемили чела просто Жёсткие Жили Нили Коляна Я думаю, ещё чё Блэкблок продолжить Или в Геншин пойти Как бы Прикол в том, что раз там Силвер стримит Может быть после Его стрима людям-то понравится Геншин, может они потом пойдут Пойдут дальше По стримчикам, им нужен будет Знаете, совет да любовь От стримеров Есть смысл В Геншинчик на вечер идти или нет Бука осталось-то Чуть-чуть, да какой чуть-чуть, нам ещё две печати Снимать Нужна тебе аудитория Сильвера? Не знаю Не знаю Любая аудитория Есть Это онлайн для игры Как бы Не, ну там, конечно, есть стримеры Всегда есть смысл в Геншин Да мы сегодня все сделали Кроме, разве что По миру не пробегали Весь мир не выформили Да не, на самом деле Давайте уже Блэкбоку продолжать Чё я Серьёзно Ну сколько там От него Людей придёт Да не сколько на самом деле Потому что он потом В Хардстоун пойдёт И все они в Хардстоун И останутся Кому из них там нужен Этот Геншин, правильно? Отстримит свои рекламные стримы И уйдёт обратно В Хардстоун А наш Геншинчик Ну Для нас и останется Я думаю Поехали Поженили Коляна Теперь он и Матрёна заживёт Эх, молодость Не вернуть уже годы-то Да чё ты, дед? Рано помирать собрался Ну-ну Поживи-кс моё Ладно Не до того сейчас Скоро Иван купала А для обряда Мы только нитками Обзавелись Что искать будешь? Так, сейчас Название стрима Можно поменять Пятый акт Иван купала Получается А то я написал Что просто продолжаем Проходить Как бы, ну Так неинтересно Стримеру вернулся Вернулся От чего? От Геншина Полотенце, нож Или свечи Даже не знаю По очереди Наверное всё Батюшка говорит Что он борется В Богоявленке С бесами Какими-то Ну-ну Он всегда Из себя строил Не знаю Мы чё Тоже мне Анквизитор Ну давайте С Пентегой Начнём Уже заброшено Была А недавно Говорят Вообще Худо стало В чём Причина Неясна Ну будем собираться Так Я хотел Докупить Картишек Так ОЕшек Докупил Что ещё Докупить Ярость выглядит Неплохо Вот эта штука Выглядит Неплохо Здесь Чё-то Нам нужно Было Да Молитва Складная Звучит Классно Вот камень В виде ключа Ещё Хоть обойдём Ну так Чисто На будущее Чтобы были Обилки Разные Урон При получении Защиты Убийца Оберег 11 А почему я до сих пор Юзал Оберег 10 В качестве Если вот такое Ещё есть До сих пор Юзаю его Кстати Во имя Отца А Потому что Это крепкое Ещё Неплохо Неплохо Оберег По-моему Складная Неплохо что-то купить не тебя рассудим допустим ты наконец-то решил доиграть да у меня наконец я не наконец-то решил поиграть у меня наконец-то появилось время богословения всем врагам тоже и горе храбрый вот эти штуки еще закупить он все хватит так карта пестер с чертями здесь все как обычно я не хочу порчу получать просто так 2 бессмысленную работают ну минус 4 хп карны счет хочет по каркара не думала что нечистые спят 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 во многом на вас похожи на людей что с тобой было после того как ворса уснул филимон утащил немзю а я ему помешать пытался без толку без без поговорить с крестьянами а не бежать я еще молод не умею оборачиваться ну честно богословение учился но ты явилась помогла и не собираюсь яростью за сейчас и не знаю стоит ли учиться стоит без учения тьма добывает что изучением мрак вот ворса спит то важно как целая гора выглядит всем отдых нужен и зверью и духом а что вам снится то как людей по лесу водим неудивительно любимое ваше занятие разные снится разное как у водяного в карты зверя выигрываем такой у меня сон был я вот думала про твой рассказ о ворсита и его семье это чё значит он и сейчас какую-то крестьянку у себя держит нет сейчас уже нет держал долго держал до умерла от старости привязалась к нам люди коротко живут коротко больше пока не попадалось он что ловит их не ловит проклянет кто пошлет клешаку так он и забирает это если без раньше не утащит слушаем наверное поехали для конечно без ярости как бы свои не до 40 50 на кофе там скину суши летать начинаю здорово дергегор васька ну как живой васька все ладно как благодарить то не знаю а как благодарить гостиницы положены так вот я с молочком мы как раз в старую избу переехали мужика моего сень то большие скоту привольно так чё за марьюшка с чем тогда пожаловала уж не нашел ли он приворот ой упаси господи все бы ничего да что-то странное по ночам творится звуки какие-то будто воет у меня станок есть ткацкий по ночам так и слышно шур 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 кто-то у него сидит ой страшно спать не могу видать суседка меня не влюбил кто из нечистых с пряжей любит возиться кто у марьюшки завелся ким мы как раз недавно про кикимору читаю у тебя придет по ночам кто еще то ох царство иисус вы какая примет плохой ты уж помоги васька не оставляй в беде она меня задавит я чувствую смотрит так когда я сплю будто дырку сделать хочет только глаза во тьме светит как лучины если не поможем попробуем ей о выбрались из леса привольно сейчас живется ну я тебя все деревни нашел поблагодарить так насобирали что могу 80 рубликов задерживать не буду знаю какие вы знатки занятые бог в помощь в помощь так анборские леса дед егор крошка войпель эти карныша возьмем побегаем с ним чем и нет до окраина пенсии га вы добираетесь только к вечеру и чем дальше к северу тем мрачнее кажутся леса к вам возвращаются невеселые воспоминания о леших и нимзе похоже местные рощи тоже не остались без хозяина ваше размышление прерывает группа кличущих кого-то крестьян что конечно забил какие-то опасения подтвердились местный леший увел кого-то в свои владения уже несколько дней крестьяне пытаются найти пропавшего мужика но не дорожки болотом так и не помогли дед мой любил лес много байк он мне поведал иногда были перемешивал с небылицами и врал безбожно но слушал я всегда с интересом и отчетливо запоминал рассказ о том как его леший водил по лесу двое суток как заводился чар его он тоже поведал во всех подробностях я человек не суеверный но все же нелепой показалась ситуация в которой я очутился не мог я ни с того ни с сего и заблудиться на ровном месте да так что забрел в глухое болото ну поможем вы решаете найти пропавшего самостоятельно и сворачиваете дороги продолжая при этом идти по направлению к пентегу через лес кто знает может там вы его и встретите но надежды не оправдались вместо крестьянина по тракту бредут несколько задумчивых лесных дух лесных пер духов белый венец может белый венец раз такое дело ну го что ли складных оберегов себя и накачаем заранее для звук какой красивый и звук прикольный анимация красивая на береге ты мне чё делаешь 10 хп всем союзникам тогда чел карны штаба белки благословение три на меня вешают полезно нет снимает все статусы с меня для череп ты не охренел ой блин ну ладно хер с тобой короче им сейчас слабости просто навесим и нормально будет разложение тебе складная порча складная порча поехали благословение под порча билд полезно все на них столько слабости что они меня и вообще урон не нанесут даже если вообще берегов не будет просто раскидываем порчу наш любимую белый венец тут трудом ну кстати дамажит и дамажит порча так двоить порчу накинуть порчу ударить 50 урона кстати ладно но это минус черепок разложение порча порча пупырь стук порчи накладываем и точно за добрых мы на демонов порчи то накладываем есть полезные статусы 46 урона нормально горит зачем урону чтобы вот так вот хотя удвоение на несколько штук нужно порчу порча есть урон разный порч а приворот есть да здесь все есть плячу игры звук на стал пропадать когда альта боишься вроде не должен еще по 10 их еще не брал поэтому возьмем тринь 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 запаса у травницы надо купить траву которая резистит один удар она уже за травами пришла могу продать тебе и своих запасов привет я тебя еще не видел ни разу бочья трава бочья трава от к вообще есть вот она за 38 а чонка дешевая блин вроде имба а дешевая какая-то каждое прочтенное слово кроме жестов наносит вам один яд один на себя представляю через какие обилки это играет пыль 5 кстати прикольная травка так вот закупимся куплено в деревне анбор в деревне живет марьюшка надо спасти ее от кики мары да вы быстро находите знакомую избу марьюшки несколько лет назад вы сами варили ей приворотное зелье под наставничеством деда и гора теперь она вышла за того мужика на которого давно положила глаз и похоже они переехали в ту огромную садьбу они она часто говорила на вечерках вы заходите в дверь и застаете марьюшку у ткацкого станка и тебе того же кумушка дай бог ох спасибо что пришла васька а то я вся извелась вот глядя извелась и нём ничего а вот ночью мой господи аж азинок взял сидит она смотрит на меня глаз не сводит и все за станков шушу шушу смотри вы подходите к станку и сразу чувствуете нечисть марьюшка была права здесь действительно посадили сильного беса есть чего бояться и кимора где-то здесь но где именно так просто не найти давно у тебя этот бес завелся да ты чё ваську упаси бог с неделю может я сразу к тебе кто как не ты поможет а что такого было у тебя неделю то назад да ничего не было уж не гадала я по черному тоже не ругалась только бога поминала и не ссорились ни с кем мужик твой тоже да вроде и нет так ерунда с плотниками ссора было они нам избу починяли сваришься ой да к чём им денег плати угощение ставь не напасешься так печники печников деревьях в деревнях уважали высоко ценили как мастеров им как и пастухам кузнецам и плотникам приписывали необычный свой связь нечистой силы они правда могли злоб шутить над хозяев хозяевами если те плохо рассчитывались за работу например сливать так что при растопке печи в избе раздавался страшный вой начинал пахнуть мертвичиной или дым из трубы шел обратно в помещение хозяева при этом считали что работник спрятал печи кикимору вы объяснялся просто печник мазал в глину пустую бутылку без донышка сероводородом пахло из-за тухлого яйца в трубе а дым шел в избу из-за закрытой оконным стеклом трубы или подвешенного в ней птичьего пера оно раскручивалось когда поднимался теплый воздух пошутили из-за того что заработаем недостаточно заплатил шуточка то как смешно угарный газ вы сбывай какие молодцы плотники нет лампа горит проведаю их вдруг они подсадили кикимору они неподалеку живут от отбора у реки тортель только ты быстрее возвращайся ну а ну как меня ночью давит ладно не бойся и кто из них о чем плотники свой золото сделали кто у них покупает помощь уже есть слышал еще что-то здесь расположена плотницкая арте и работа кипит даже в этот час возле реки лежат венцы видимо для сплава по течению здесь же выстроены небольшие срубы готовые к продаже и перевозке несколько плотников заняты делом у одной из новеньких изб ступых топоров вторит вашим шагам плотники увлечены своим делом и поэтому не обращают на вас внимание приятно пахнет свежим деревом вы осматриваете новые избы но больше здесь глядеть не на что нечистые силы тут нет все без разлетелись подальше от шумного завода бог в помощь здорово всем пожаловала погоди я ее знаю вот так встретил не фрейм здорово здорово мужик я тебя не забуду ты мне как мать родная я без тебя бы волком ты и бегал по сей день уж вверх уж не верь у меня для тебя есть пряник тульской вот я еще тогда понял что ты девка баская когда ты меня перепела но как он у него это глаз положу вот моя артель вот какая ладно ладно это ладно да говорят ты бесов подсаживаешь хозяевам своим дак ты сама из знатких бывает такое я по-твоему на смерть порчу сажают за каждую обиду ли чоли на какую смерть я вообще с колдовством ничего не делаю так баловство одно у марьюшки кикимора объявилась господи иисусе дак я ее напугать хотел куколку подсуну напугать то тебе удалось это да но если не прогоним кикимору то за ней напуганный бог посланника пришлет думал обычная кукла купил ее у коробейника она как живая с волосами гладкими была эти куклы с этими фильмами знаете про жившую кукол с ребенка некрещенного умершего до сроку вот его душа и живет в той игрушки господи как его василиса я помню куда куколку спрятал помогу найти ну пойдем обратно в марину избу вы возвращаетесь в стену за разъезд к жену само собой разумею на кроссе закачивание у женщине с расчетом заработал полку запись на скрытой полке вы обнаруживаете игрушку затянутую паутиной она покрыта странными узорами при взгляде на которые у вас начинает болеть голова застывший взгляд куклы полон ненависти а голову украшает капна человеческих волос ну гоняете всех из избы и разжигаете печь которая вспыхивает синим пламени артефакт может и хороший черт узнает углу в огонь а потом вспоминаете старые слова нам надо от грехов избавляться кики мара эфирная оберег 36 стойкость к подавлен стойкость к сглазу не может быть под сглазом приятно кики мара то месяц и срисов чекам себя спасибо большое и она ловит и она ловит и она ловит и она ловит и она ловим пассив пассив за риса так я чего на самом деле хочу ну она к порчи может быть значит порчу значит мертвеца начнем накидывать потихоньку и пару оберегов самом начале ответ один конечно читать совсем плохо но один урона трудом расслабость на нее не работает уничтожить всю броню противника снимает все станции не крещённая сестрица так порчен не работает подавлен я не знаю даже что это за статус такой так летучая мы накинем на каркушу что же еще горкуша еще мертвец и x2 урон от порчи поехали с 4 получается тут трудут тут трудут тут трудут да минус вся броня кстати грустно мы еще ничего не сбили еще она как ударит по 80 я так и думал на стойкость все еще есть вот для этих дел мы и покупаем травы классные блин чё делать там без колдуна снимет с нее обереги снять три случайных статуса сегодня еще одну миссию пройду и планирую во еще разложение что ли постараемся отхилиться потом как-нибудь жесткая ноги химора да остаться мы с ней сняли оберег не сняли есть не свое же разложение снял который мы так старались накладывали без снимается меня все статусы дышишь такое-то нет но теперь ты на нее можно накидывать всякое блин упыри здесь не очень хорошо херять будет даст то что стойкость к сглазу снял это да вы бы еще чем его на ее накладывать может я я думаю может быть ваншотнуть попробовать сейчас все на всю броню блин снимет не ваншотнуть дальше добить как сейчас порчу побольше спасибо за сапку и мы станции гео кто вместе с вами пассив большое за поддержку 66 но не хватает быть если сейчас еще урон конечно x2 нанесем 75 плюс чё плюс 9 ну как бы порча порча вот эта штука x2 от порчи это ну да вот он kill наш простом то что хп у меня нету нифига это проблема тринь-тинь-тинь-тинь-тинь-тинь ну и как теперь хилятся возле реки стоит несколько покосившихся из от их почерневших стен веет бедностью и унынием это мало не хочу мне артину усугубляют или неплохо щиц похоже в одном из домов оказался покойник подойдя ближе вы замечаете бабу копающую угол возле жилища сомнений нет вы повстречали местную колдунью как вы и предполагали она набирает землю возле красного угла избы куда вылили воду ту воду который омывали покойника погнать ведьму сколько вы берете из-за книгу как векшится в ужасе убегает прочь видимо она почувствовала вашу растущую силу уменькая дорога на 5 стек уехали дональте 75 урона все-таки стоило хороший старт очень хороший прям вообще классный слабости нету нифига как это все сблочить непонятно здоровый элементы нет электрокуб не писали не ну очевидно раз мы выпала пятизвездка уже с ней играет слабость всем слабость в тебя допустим и чё дальше делать слабость нас не спасет но типа мин минус 5 будет у всех минус 15 урона троих там где-то была трава восстановлю еще двадцатку может быть она нас еще спасет хер его знает на счет я сомневаюсь как бы все можно посчитать на счет типа 60 до хера 20 так 10 и этот нанесет 17 окей живы как все сейчас здесь отхилимся при помощи упыря по идее правда с нас снимают все статусы нельзя использовать способность союзника до кого нужно мы еще успеем сейчас уперем чуть похилиться там там трудом там там трудом так упырь 9 похиляет нас на 8 блин успеет похилить то а стоп на этом же нету яда как я с него похилить на этом есть 8 и на 16 очень много то есть что там я на делает отдыхает в домой пришел ситуация снимается это стало парам 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 помпом так можно пожалуйста вернуть упыря или упыри я как бы через горе не знаю может быть упыри с крадой нет не приходит покажется ключей у меня от этих двух блин отхилиться нужно упырь ты где да я вошла кучей много короче садим тупим пока ничего ждем упырях прохиляться на 1 фу чем незаметно что он сильнее становится вам 33 хп себе хиля это только не успеет да что ж такое то хорошо было раньше с регенерацией кидал что а 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 люту е10 у него сглаз на 147 так что каким бы лютым он там не был наконец-то складной упырь можно было еще одну черную чтобы упыря посильнее чтобы посильнее был же по травой мог отхелиться на удачи простых траву спать и можно на пятерочку конечно пыль на 7 4 на самом деле как бы эту мы по факту никогда в жизни не сожрем всю поэтому давай тыкаю раз на плюс 7 тыка его с порчей на 7 то 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 наконец-то еще и ну пырь так что у него дам складная порча слабость разложения накинуть и порчи x2 сдохнет завтра добыди ой завтра еще долгий стрим и завтра капец я сейчас пойду отдыхать уже завтра очень большой стримчик будет ей фу хп урон равной защите где же нашим в лапа может я кстати лава лапнулся бы нет так здесь еще обуховские заросли еще одна лишачья рощица едва свернув с дороги в замшелую рощу вы чувствуете старинное лишачье колдовство тут же вспоминаете о своих недавних приключений и быстро переодеваете одежду на левую сторону лесная магия сразу теряет над вами власть впереди появляется чей-то силуэт исходим каянный заманивает вы находите крестьянина который уже несколько дней как попал под власть лесового помогаете ему выбраться на дорогу и отправили в болото я сел на повальную березу и по совету моего покойного деда снял сапоги надев левый на правую ногу правой на левую затем также быстро снял куртку вывернул ее наизнанку и вновь напялил на мокрый свитер ну и не забыл проговорить заветное слово которым учил дед овечья морда овечья шерсть не балуй и отпусти дед говорил еще что нужно обмануть лешего то есть думать одно а поступать по другому так я и поступил прошел метров пять и резко повернул направо при этом всем своим видом показывая что хочу идти налево затем пошел налево опять же думая наоборот через 10 минут болото закончилось вновь появились сосенки а вскоре неожиданно для себя вышел на известную тропу дождь прекратился подул слабый теплый ветерок который за считанные минуты высушил мою одежду на небе засверкали звезды я побрел домой перед самым выходом из леса мне причудилось что трепещущие на ветру листья осины прошептали человеческие слова догадался все-таки шельмец всего пентек русы тоже наоборот данным трусы тоже надо над богатым селом возвышается каменная ильинская церковь сверкающая свежей побелкой такая уж точно простоит еще не один век не то что покосившиеся богоявленская в которой уже давно стройки 16 веку и что там забыл савелий хотя бы это довольно неизвестно не исключен что она существовала в качестве часовни и раньше испуганные крестьяне указывают вам на покосившуюся башню старой церкви уже несколько ночей дьяк держит там службы и с каждым разом ему становится все хуже а он там как в ее походу испорчено хоть и пытались ее осветить новые иконы из соликамска низкой внутри церкви все построено на века и красиво здесь как во дворце вы шепчете молитву усиливает за глаз на плюс 2 у меня уже есть глаз на плюс 3 плюс 2 мне не очень нужен секс вам защита из 1 и заговор содержит замок крепкая 3 а ну я помню этот замочек ладно покинуть местность пентежские бани вот песен то грустнее горе сделается до замок черный я помню это просто вы слышите и давно известных вам для сложения возле избы на заваленке все еще теплится запоздалый посидинок быть может стоит остановиться и смысл выкупить на будущее если я докачаюсь до дополнительной складности черный вы садитесь на заваленку и растворяйтесь в тягучей песне ну-ка чат подпеваем у туру ранее да а а а а а и и и и и и и Ох, не забудь, дымай, концарь, ветер гнёт, копыть рабу, чёрный ворон кружится, не вернётся сын домой. Чё не вернётся? Ладно, поехали дальше. Пока они там допивают. Церквушка. Криповая какая-то, покосившаяся. Так, траву собрать. Трава, 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 трава. Петров крест неплохо. Церковь... Чё расскажешь про неё интересного? Видно, что народ тут бывает редко. Крест от церкви покосился, а брёвна почернили от старости. Вы стучитесь в дверь, и изнутри раздаётся знакомый голос дьяка Савелия. Кто там? Идите прочь, тут опасно. Савелий, открывай. Это я, Василиса. Помочь тебе пришла. Бог помочь. Меня не проведёшь. Докажи-ка, что ты не окаянный. Тогда и впущу. Прочесть молитву. Да воскреснет Бог. Ладно, верю. Ха-ха-ха. У, блин. Ты чё, статуи? Скульптура, я раскрашенный пентекскими мастерами. Краска на этих древних скульптурах уже начала слизать, но под ней всего лишь старое дерево. Алтарная часть закрыта царскими воротами. Вы заглядываете внутрь. Савелий при этом словно бы взирает на вас с укором, но за воротами обнаруживается только старая утварь. Никакой нечисти. В центре иконостаса висит новенькая икона, которую недавно кто-то подарил церкви. Вы смотрите на неё снизу. Она ярко выделяется среди других. Свежие краски, дорогой оклад. Но что-то вам кажется неправильным в чертах святого. И в этот раз дело не в сердитом взгляде. Хорошо бы посмотреть поближе, но для этого нужно встать повыше. Ясный иконостас. Чё про него расскажешь? Иконостас всё ещё в неплохом состоянии. Хоть здесь и не проводят службы. Видимо, пентежцы заботятся о старых иконах. Вы оглядываете изображение святых, но не чувствуете нечисти. Иконы смотрят на вас неодобрительно. Неодобрительно. Чё осматриваешь? Чё зыришь? Старые лавки рассохлись и покрылись пылью. На нескольких лавках есть какие-то нацарапанные отметины, но на когти чертей не похожи. Наверное, дети нарисовали. Понятно. Там лестница. Ладно, дед, чё расскажешь. И даже меня пробирает, как чьи-то пальцы вокруг горла сжимаются. А ведь недавно дар был. Икона из Соликамска. Как тебе помочь? Вот икона из Соликамска. Видимо, здесь и... Тут где-то нечистый поселился. На портачиваю. Я понять не могу, где. Думаю... В иконе ваша новая. Может, в лавке? Молюсь без устали уже третий день, а всё бестолку. Посмотри тут своими колдовскими глазами-то. Может, дай потом не скажи. С надкими глазами. И она тут предмет всю божью мощь-то и обружу. Смотрю, ты с собой полотенце церковное взял. Отдашь? Поладить надо кое-чё. Помоги беса прогнать. Тогда дам. Так и быть. Ладно. Посмотри. Ну... Так, нам нужно... Лестницу. Здесь лежит старая лестница. Ставьте как-то. Экрон! 44 месяца с Соликамска. Стэн Бифод Уорлд. Спасибо. 44. Стульчики. Стульчики. Возможно. Спасибо большое. Алтарная часть закрыта царскими. В центре иконостаса висит новенький. Да, рассматривайтесь. Вы взбираетесь на лестницу. Теперь можно рассмотреть новую икону получше. Только вы дотрагиваетесь до оклада, как вас будто пронзает молния. Икона одержима. Вы прикасаетесь к уголку свежего лака, и он отпадает вместе с краской. Под ним обнаруживается картина ада с бешенными и грешниками. Мужик, ну ты понял, в чем проблема, да? Ну, нашлак. Да. Бес вон в той иконе твой скрылся. Соликамской. Как вы, куни? Издеваешься? Да я на нее молюсь еженочно. Ну-ну, помолись-ка еще. Глядишь душу, то и отдашь свою. Икона-то ада писная. Господи Иисусе. В сторону колдунья. Савелий открывает тяжелый псалтырь и начинает читать однообразные молитвы. Да, язычок какой-то. Догадались. А я думал, надежно меня соликамские колдуны запрятали. Монка-эс. Не повезло, что поместили в этот захолустный сарай. А то бы уже сотни душ были моими. Черт, доставайте крестики. Адва-отродья, я верну тебя в пекло. Сила Христа заставит тебя. Как ты заговорил, дичок дорогой. Совсем недавно ты мне молитвы возносил. Тебе повезло, что эта колдунья пришла тебе на выручку. Но что поделать? Придется задавить... Погоди, ты что за бес? Чего-то я таких не встречала еще. О, интеллигентная колдунья. Какая редкость. Как он межленно говорит. Он тебе голову заморочит. А ну не лезь, не все дело, святоша. Савелия сбивает с ног внезапный порыв ветра. У всех колдунов раз. Василиса, некоторые хороши в заговорах, а некоторые в искусстве. Я в порче хорош. Я добил. Пишут лики благородных демонов. И распространяют их по всей уверенности. Таких под инквизицию надо. Люди сами не замечают, как становятся наши не с тобой сторонниками. Весен. Я уважаю жажду знаний. Раз не вышло у меня иконы, может пойти к тебе в услужение. Моя цена невелика. Вытолкни дичка из круга. Не, мужик, не отказаться. Скорее я тебя выдолзну обратно. Забавное, конечно, решение на 100 плюс грехов. Но нет. Ля, ему еще и эти помогают. Защиту на него кидают. Малой. Молитва благословения увеличит благословение начале хода. Ясно. На веки наша. Так, уроки еще, да? Скорее разложение. Да, наверное, нет смысла особого. Пока что. Хотя разложение, что хорошая, но... Три. Вон, сойдет. На всех случаях тоже накину. Главное, на всех слабо сейчас накидать быстренько. Особенно на него. Он там со своей молитвой. И с него еще снимать, наверное, бафу надо будет как-то. Ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Один x5. Ясно. Эти по 12 бьет. Ну все, мы еще с вами слабости здесь только накинем. Можно будет и не бояться ничего. Порчи. Слабость еще одна нет. Здесь по 6 на всех. Накинет. четырестнадцатой жесткой дописная пясть эти удар посохом там палка нарисована так че еще умеете интересного опять броню дают опять а понятно поехали порча порча так давай-ка крепче стали на вот это теперь порча-порча и дома как порча нормально нормально к не успели в свои блоки пол не ну так она и подожди он же и сказал о том что она могла бы согласиться на на то чтобы он книгу служение ну толкнуть правда бедного дьякона найти 92 урона и еще 92 порча все г.г. случайные статусы не очень себя больше снимать и берега своего порчу да я тоже посмотрел так мне не это белка надо все равно вот это я составляю тебе не будешь когда я окажусь в гиене раньше срока ну да вот это вот йенха без надо его убирать все пошел все 101 корча кек анимации все 19 опыта нового уровня когда дописанный черт теряет силы савелий срывать он еще не чертей на 3 теперь этот без никого не испортит благодарный священник отдает вам полотенце и благословляет в дорогу спасибо священник пассиву икону окаянные их интересно мне было посмотреть на этот образ отописный говорят колдуны своих бесов заставляют рисовать значит молю это по памяти все в заправду главное что полотенце он тебе выдал что искать будешь в 11 получается круче чем вот это вот икона да раз она трех бесов от трех из трех бесов дебафф снимает кстати говоря как раз теряя дебафф на благословение тек неплохо так ладно давайте сохраняться и пойдем отдыхать не до пройдем сегодня этот акт отдохнуть завтра день очень долгий сложный завтра смотрите друзья у нас завтра стримчик начнется как обычно не знаю может попозже начну для того чтобы не стримить под 12 часов посмотрим как пойдет завтра сходить блин там не ходил вот а вообще завтра стрим часов до 11 как бы в дбдшечку где-то 8 поиграем может быть патч в дбд выйдет раньше часов в 6 начнем и наверно с геншина ну по-любому начнем с геншина а потом мы поиграем в игру ascent вместе с rtx вместе с на нашей новой видеокарте от полит rtx 3070 game rock вот это будет завтра после геншина а потом после игры ascent пойдем играть дбдшку как раз на весь вечер вот короче такие вот делишки привет ну что прошел хоть один спидран на топ-1 нет на топ-1 не прошел в топ-30 по общему времени вышел вроде неплохо вот все давайте рад был вас всех сегодня видеть на стримчике увидимся завтра завтра очень долгий стримчик заглядывайте в течение всего дня я пошел отдыхать счастливо и хорошего вам вечера пока пока